приветствую вас дамы и господа хочу поделиться с вами своим мнением о том как развивать скилл в игре мир танков кому это не интересно кто думает что скилл в игре не решает то в принципе как вы на это видео попали непонятно ну а кому интересно сейчас поделюсь с вами своими мыслями и так как повышаю скилл я какие выводы в целом за долгие годы игры я пришел к нескольким пунктам которые самые основные часть из которых нужно выполнить всего один раз но есть один главный пункт который нужно постоянно обновлять держать так сказать в тонусе чтобы он был актуален и в целом все улучшение скилла можно охарактеризовать одним словом и это слово актуальность всего можно выделить три главных пункта которые нужно держать в актуальном состоянии первый пункт достаточно выполнить один раз и этого хватит навсегда первый пункт это настройки игры их нужно держать в актуальном состоянии на канале есть видео очень хорошее качественное про настройки игры я в описании ссылку добавлю я считаю что те кто даже не собираются играть на хороший результат или на высоком уровне все равно должны быть заинтересованы в том чтобы настроить игру для себя удобно а для тех кто собирается играть на высоком уровне на хороший результат тем более нужно это сделать поскольку хорошо настроенная игра правильно настроенная она вам не то что не будет мешать постоянно в каждом бою она вам будет помогать также к настройкам игры можно отнести и установку модов по сути моды можно разделить на те которые реально полезны и приносят пользу во время боя и есть моды которые просто увеличивают интерес к игре моды которые реально помогают вам играть в игру это мод блокировки стрельбы по трупам и союзникам иногда в некоторых ситуациях в момент выстрела соперник уже отправляется в ангар и вы никак не можете на это среагировать поскольку вы нажимаете выстрел именно в этот момент уже снаряд отправляется его хотелось бы засейвить остаться заряженным сэкономить серебро возможно если бы не ушли на перезарядку в этот момент мы стрельнули в кого-то другого и из этого мы вынесли бы намного больше пользы но мы никак не можем среагировать если соперник умирает во время выстрела как раз таки мод который блокирует стрельбу по трупам очень часто спасает и он реально помогает все остальные моды в бою которые есть там всякие светофорчики свистопляс очки какие-то там еще цифер очки цветные штучки дрючки xvm и это все бессмысленная туфта можно и с ней играть хорошо можно и без нее но глобально смысла во всем остальном нет именно единственный мод который прям реально что-то делает прям он сам работает и помогает это вот блокировка стрельба по трупам все остальное это просто замыливание глаз какая-то там информация которую можно и так визуально без модов понять найти и увидеть если вы опытный нормальный здравомыслящий человек и игрок то вам всякие вот эти цветные штучки дрючки на экране не нужны вы и так все можете сами понять что происходит в бою а полагаясь на всякие цветные штучки дрючки то светофорчики xvm чеки вы просто перестаете думать и полагайтесь на какие-то цветные свистоперделки которые тоже не дают никакой уверенности на сто процентов поскольку xvm не покажет вам кто именно сидит за аккаунтом он вам показывает цвет аккаунта а кто там именно сейчас играет непонятно в каком-то состоянии и рок сейчас играет в каком настроении и так далее это все в целом фигня полная светофорчики тоже самое человек который смотрит вокруг и на мини карту и так все понимает где что происходит но дело ваше можете хоть весь экран обмазать цветными фигнюшками что кстати плохо отражается на вашем фпс и производительности чем больше вы модов всяких устанавливаете тем больше нагрузка тем больше всяких ошибок косяков может у вас произойти также есть моды которые помогут вам поддержать интерес к игре такие как мод на отметку после боевая статистика также еще можно поставить мод который позволяет посмотреть броню в ангаре если вы какой-то танчик в бою встретили и не поняли что с ним делать можно в ангаре покрутить посмотреть его броню чтоб стало все понятнее если вы новичок или какой-то танчик встретили впервые если он новый еще не разобрались куда им лучше стрелять принципе из полезных модов все второй пункт из трех это метовые танки самые сильные самые имбовые самые популярные которые больше всего фармят опыта за бой которые по характеристикам опережают одноклассников по уровню на которых вам легче будет влиять на исход боя тащить бои выполнять задания лбз ну и в принципе наказывать танкистов в каждом бою есть огромное количество сайтов где можно посмотреть планку на 3 отметки планку на мастеров если мы допустим фарм опыт или допустим участвуем в состязании где учитываются бои самым большим количеством опыта можно открыть любой который вам нравится сайт где можно посмотреть планки на мастера и отсортировать на том уровне на котором вам нужно у кого больше опыта нам мастера нужно от большего к меньшему и те танки у которых планка самая высокая они чаще всего и много опыта каждый бой и приносит допустим на восьмом уровне в состязаниях чаще всего на первых местах люди играют на туртал мк-1 у него самая высокая планка на мастера на восьмом уровне и он больше всего фармит опыта поэтому если вы хотите фармить опыт для какого-нибудь задания или состязания или еще чего-нибудь вы просто можете зайти на том уровне на котором вам надо посмотреть кто на первом месте на втором на третьем выбрать танк который вам нравится и пофармить опыт поскольку эти танки лучше привозят опыт чем остальные также можете посмотреть планку на три отметки и те танки у которых планка на три отметки самая большая эти танки метовые самые популярные самые сильные самоимбовые и отметку на них взять понятное дело сложнее поскольку на них все играют и играют хорошо но и влиять на исход боя на этих танках вы понятное дело будете больше опять же все равно все зависит от скила от понимания данного конкретного танка хоть он и сильный все равно на нем нужно что-то уметь и понимать, как им пользоваться. Но в любом случае, это будет танчик лучше, чем какой-то танк с самого последнего места, который там на днище лежит. Вероятно, что на танке, который находится на последних местах, можно нормально играть, около нулевая. То есть нужно следить за метовыми танками, которые недавно апнули, сильные танки, самые имбовые, стараться играть на них, играть на результат, ставить себе какую-то цель, там одну отметочку, две, три, чтобы вам было интереснее играть, когда идешь к какой-то цели, это намного лучше, прикольнее, интереснее, чем просто бездумно пустые бои накатывать, ни для чего. Также нужно, помимо того, что просто выбирать самые сильные танки, самые метовые, нужно еще и правильно их снаряжать в бой. Чем лучше и богаче вы заряжаете свой танк и готовитесь к бою, тем больше шансов, что вы повлияете на бой и получите больше результатов. Чем скуднее, дешевле и беднее и бездарнее оборудование вы на него ставите, чем бесполезнее оно, тем и хуже вы будете в бою влиять. Если вы будете ставить какие-нибудь сетки рога, маленькие ремочки, аптечечки, там вместо доп. икогнетушитель, если полевую вообще не будете качать или выбирать черти что, то у вас может получиться не имба, а кактус какой-то. Оборудование можно посмотреть у топ стримеров, у топ игроков, которые они используют. Поставить как у них или похожее поставить, если вам какое-то одно оборудование не нравится, у вас немного другой стиль игры. Не обязательно прям идеально копировать, но нужно понимать, что топ игроки ставят оборудование для того, чтобы активно и агрессивно играть, как можно сильнее влиять на бой, больше цифр с боя вывозить. И раз они что-то ставят, то это неспроста. Как минимум нужно отталкиваться от того, что они ставят. Либо делать пару вариантов. Также полевую модернизацию не забывать правильно качать, поскольку можно танчик ухудшить полевой модернизацией, а не улучшить. Когда я делаю обзоры на какие-нибудь танки, я всегда показываю вам и оборудование, и полевую модернизацию. Если какой-то танк на стриме на три отметки катаю, тоже показываю. Либо если вы спрашиваете, отвечаю. Поэтому, если вам интересует какое-то оборудование на каком-то танке или полевая модернизация, вы спрашиваете. Если не нашли, я вам подскажу. Итак, вот мы разобрались с двумя пунктами. Первый пункт это настройка и моды. Мы их, в принципе, один раз настроили, один раз установили и забыли. Когда модпак обновляется, скачиваем заново, устанавливаем то же самое. С метовыми танками все понятно. Метовые танчики выкачиваем и катаемся на них. Ну и правильно снаряжаем. Также следим, какие танки нерфят, какие апают. Время от времени мета меняется. Какие-то танчики уходят в небытие, а какие-то, наоборот, вылазят в самый верх. Ну и третий пункт, наверное, для меня лично это самый важный, и который я стараюсь как можно чаще обновлять, актуализировать. Это позиции, раскатки, направления. Что вообще по бою играть. Поскольку для меня лично настройка игры, это уже что-то, что я сделал много лет назад и забыл. Установка модов, в принципе, там то же самое. Каких-то новых, полезных модов особо не появляется. Метовые танки, да, тут нужно следить за игрой и смотреть, какие танчики опускаются, какие поднимаются. Это все понятно. Оборудование, в принципе, тоже там. Иногда изменения бывают. Есть что повыбирать. Полевая модернизация тоже уже мне лично не особо интересна, поскольку качается почти всегда одно и то же. Полевую модернизацию я уже наизусть выучил и сам понимаю, что лучше всего ставить. Поэтому полевая модернизация тоже не особо мне лично интересна, поскольку я ее уже на автомате выставляю на любом танке. Получается, мне нужно актуализировать всего лишь две вещи, лично мне. Это метовые танки и куда на них ехать. Все, две вещи. Все остальное я лично уже идеально подготовил и эти вещи закрыл. А вот эти два пункта, их нужно все время поддерживать в актуальном состоянии. Итак, как и почему нужно поддерживать позиции в актуальном состоянии? Сначала отвечаю как. Берешь несколько топ игроков. Допустим, вот если на ЛТшке мы хотим научиться играть, открываем Нидина. Большие стримы, где он играет на ЛТ. И смотрим, куда он, где едет, какие позиции занимает, кусты и так далее. Проклацываем по стримам. Не обязательно весь стрим целиком смотреть. Нам главное понять, где самые актуальные кусты и направления. Поклацали в начале боя, посмотрели, куда он едет, что он там делает. Если есть время, конечно, желательно посмотреть и по бою, как люди двигаются. Ну и переходим к какому-то следующему стримеру, который там на тяжах играет. Какого-нибудь Вольфхарта открываем. Или Станблока. Или кто вам там нравится. Кого угодно. Открывайте. Там еще новый чел, какой-то топ-1 по ВН-8 появился. Тоже можно открыть абсолютно любого. Самое главное, чтобы это люди, которые играли на высочайшем уровне. Открываешь, смотришь, куда они едут в начале боя. Самые активные, актуальные позиции. Желательно посмотреть несколько. Изучаешь эти направления и позиции. Вот, в принципе, нужно запомнить на всех картах, с каждого респа, по несколько нормальных, хороших позиций, куда нужно ехать активно, агрессивно играть. После этого нужно научиться еще, как себя на этих позициях вести. Что на них делать. В каких ситуациях. При каких сетапах, куда лучше ехать. Когда много арты. Когда арты нет. Когда много стейлт. Или когда, в основном, одни тяжи и плотные ПТ. И во всех этих ситуациях, одни позиции более актуальны, другие менее актуальны. Также еще по самому бою тоже нужно правильно и вовремя двигаться. Это как найти позиции. А почему их нужно держать в актуальном состоянии? Это потому, что они меняются, эти позиции. Иногда карты перекапывают. Иногда метовые танки меняются. И некоторые позиции становятся почти всегда неиграбельными. А другие позиции становятся максимально актуальными. Поэтому время от времени нужно еще менять свой стиль игры, позиции. Опять же, зависит все от танка, от сетапа и от того, какие сейчас танки метовые. Если за всем этим проследить и держать все на актуальном достойном уровне, то, в принципе, иногда достаточно, чтобы на имбовом хорошем танке, правильно одетом по оборудованию, по полевой модернизации, приехать вовремя в нужное место. И ты в хорошей позиции все решишь налегке. Вытащишь бой с кучей циферок. Но время от времени бывает так, что позиции некоторые уже становятся не очень. Некоторые танки устаревают. Поэтому нужно все это обновлять. Вот, в принципе, и все. Три пункта, один из которых вообще просто один раз сделал и забыл. Второй пункт по большей части тоже. Единственное, что нужно следить за актуальностью танков. Ну и третье, это самое сложное. Куда ехать, когда ехать. Вот, допустим, Станлок сделал интересные видосы про поднятие статки или как быть статистом и так далее. Там пару советов он дает за видос. Это все прикольно. Если ты уже топ игрок, тебе эти советы пригодятся. Там не ехать на фланг, где нет игроков. А если ты по скиллу нулевой, тебе эти советы ничего не дадут. Ты изначально не понимаешь, что делать. От чего отталкиваться и на что обратить внимание. Поэтому для того, чтобы какие-то там советы вам пригодились, надо сначала нарастить какую-то базу. Прокачать кучу имбовых танков. Правильно их снарядить. Правильно игру настроить. Изучить позиции. И уже потом, приезжая на топ позиции, научиться еще на них, как механически правильно там действовать, уезжать, заезжать, играть от башни, приподнимать корпус, там ромбики и так далее. Это вот лично мое мнение и мои какие-то личные наработки. Как играть хорошо на высоком уровне. На что обращать внимание, чтобы поддерживать свой скилл в актуальном состоянии. Поскольку есть люди, у которых статистика со временем просаживается. Как раз таки из-за того, что они по ходу того, как игра развивается и меняется, не поддерживают свой скилл в актуальном состоянии. Игра пошла дальше, а люди остались там где-то сзади, поэтому у них статка пошла вниз. Вот в принципе все. В описании добавлю ссылку на видео с настройками игры. Модпак устанавливайте тот, который вам нравится. У меня чаще всего модпак либо левши, либо прутанки. Планки отметки на мастера или планка на три отметки. Я смотрю чаще всего на сайте Polaroid.me. Где вам смотреть это, в принципе смотрите где удобнее. И у левши это на сайте можно посмотреть, и на прутанки, и может быть где-то еще. Можете их в поиске сами найти. На эти сайты я ссылки оставлять не буду, поскольку они не мои. Я не хочу их рекламировать. Мне они не разрешали этого делать. Это не мое, поэтому сами можете в поиске их найти. Я никакого отношения к чужим сайтам не имею. Поэтому оставлю ссылку только на свой видос, поскольку он мой. Я думаю, что сайт левши по одному слову левши легко найти. Про танки по слову про танки. А Polaroid.me я тоже думаю в поиске найдете. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Согласны вы со мной или нет. Или можете написать свой пример, как вы повышаете скилл в игре. С вами был Варчик. Горать красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok